Шорцы Абинцы, Каргинцы, Шорцы, Каларцы до 1926 года назывались Тадыркижи, что переводится как «человек татарин». Название Шорцы за народом закрепилось после XVIII века. Так их называли Хакасы и Алтайцы. Русские именовали народ кузнецкими татарами, абинцами, мразкими и кондомскими татарами. Религия Традиционная вера Шорцев — пантеизм, анимизм и шаманство. С древних времён народ представлял, что мир поделён на три сферы — земля Ульгения, верховного божества в шаманизме, земля людей и земля злых духов или подземный мир. Во владении Ульгения девять небес, на седьмом — звёзды и луна, на восьмом — солнце, на девятом живёт сам Ульгень. Люди представляли его добрым божеством. Человек и мир по верованиям Шорцев были созданы Ульгенем и его братом Эрликом, который является олицетворением злого начала, владыкой подземного мира и главным правителем царства мёртвых. Связывающим между божествами и людьми был шаман. Он лечил больных и защищал народ от злых духов, совершал различные обряды, связанные с жизнью и бытом людей. Во время камлания к нему на помощь приходят духи, чьи изображения есть на шаманских буднах. Шаманство у Шорцев передаётся по наследству. Души умерших шаманов воплощаются в различные виды и могут быть животными или насекомыми. Традиции. Когда в семье рождался ребёнок, имя ему мог дать любой человек из тех, кто присутствовал при родах. Всегда избегают имён, которые повторяются в роду, особенно среди мужчин. С рождением малыша отец мастерил символьные знаки. Если был мальчик, на колыбельную крепили лук. Если девочка — берёзу. У кроватки новорождённого ставили оберег от злых духов в виде ножниц с нашитой пуговицей. Большой удачей считается для мужчины жениться на вдове с ребёнком. Это символизирует богатство. У Шорцев принято выходить замуж с 14 лет. Три дня после свадьбы новобрачные живут в шалаше, построенном из священной берёзы. Первым в него входил жених. Он разводил костёр. Невеста в это время стояла у входа и дарила всем, кто принимал участие в строительстве шалаша, медные кольца. Эти кольца каждая девочка начинает собирать ещё с детства. В шалаше молодые принимают от гостей подарки, угощают всех квасом обырткой. Через три дня временное жилище молодых сносили и уносили в лес. Молодые начинали строить собственную юрту и временно проживали в доме мужа с его родителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова